Книга «Открытым оком». Тема «Разная». Том 1. Вопрос 560. «Болезнь — это Божье наказание или дело рук сатаны?» — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книга Откровения 2.22. «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». Книга Иова 2.7. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова, проказую лютою, от подошвы ноги его по самой теме его». Книга Сирах 18.19. «Прежде, нежели начнешь говорить, обдумывай, и прежде болезней заботься о себе». Книга Сирах 30.17. «Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь». Книга Сирах 31.2.26. «Бдительная забота не дает дремать, и тяжкая болезнь отнимает сон. Во всех делах твоих будь осмотрителен, и никакая болезнь не приключится тебе». Книга Сираха 37.33. «Ибо от многоядения бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры». Конец цитаты. «Болезнь есть Божий слуга, подчиняющийся ему». Евангелие от Матфея 8.8. «Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Но слово Божие иногда Бог выполняет через сатану. Вторая книга Параллепоменон, 18.18.22. «И сказал Михей, «Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, «Кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамохе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицем Господа и сказал, «Я увлеку его». И сказал ему Господь, «Чем?» Тот сказал, «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». И сказал он, «Ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так». И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в устах всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!